Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге поэта Первой мировой войны. Антология, составитель Анатолий Соколов, автор идеи, редактор Борис Орлов. Сегодня я познакомлю вас с Карлом Гершельманом. Русский поэт, прозаик и художник прибалтийско-немецкого происхождения Карл Карлович Гершельман родился в 1899 году в Одессе в семье военного врача. Образование получил в кадетском корпусе и окончил Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Тербурге. Служил офицером в 3-й гвардейской артиллерийской бригаде, принимал участие в Первой мировой войне. После распада армии и заключения Брестского мира с Германией поселился в Одессе. Там жил его отец. Он поступил на отделение философии Новороссийского университета. Во время гражданской войны был призван в Белую армию, воевал в войсках Деникина, затем Врангеля на Южном фронте. С армии Врангеля был эвакуирован в море в Галлиполе, Турцию. Там провел больше года. Через Болгарию, Румынию и Польшу добрался до Риги. У Риги седали многие наши белые офицеры. И уже оттуда в 1922 году переехал в Таллинн. Работал чертежником-графиком в Министерстве земледелия. В свободное время посвящал литературу и живописи. Талантливый оформитель книг. Его работа экспонировалась на выставках. В первой половине 30-х годов Гершельман принимал участие в русской литературной жизни Таллини. Участвовал в работе Немецского литературного кружка. Был одним из организаторов и деятельных участников рельского цеха поэтов. В печати выступал редко. Главным образом на страницах сборников новых. В 1940 году Гершельман с семьей переехал в Польшу, куда власти рейха направляли немцев, переселенцев из стран Балтии. Работал опять чертежником в городском земельном управлении в Познане. После Второй мировой войны Карл Карлович с семьей поселился в Западной Германии, в Баварии. Работал иллюстратором детского католического журнала. Кстати, им был расписан храм местного монастыря. В 1951 году в декабре Карл Карлович Гершельман умер. Ну вот такая вот биография человека. Ну теперь немножко почитаем его стихи. Мы к этому дому и к этой постели и к этому миру привыкнуть успели. Но было ведь, было совсем по-иному, не этого мира, не этого дома. И было чернее, но чище и шире в том странно забытом дожизненном мире. Боимся мы смерти, грустим о потере и все же к таинственной двери. И все же тоскуем о странной отчизне, о странно забытой дожизненной жизни. Но дверь отворилась, Зашли на крыльцо, нам черное, чистое, дышит в лицо. Вот такое створение. Следующее. А самое главное. Вот что. Я живу, и жизнь хороша. Утром солнце и сада, ночью робкий шорох карандаша. Кто-то выиграл меня из потемок, поведет он меня и впредь. Жить доверчиво, как ребенок, и доверчиво умереть. И окончится все, как надо. Если надо, навеки спать. Если надо, солнце и сада. И стихи, и я сам опять. Следующее. В далекой вечности, когда я стану Богом и, наконец, полна Вселенную создам, Я вспомнил налегке, как по земным дорогам я брел беспомощно, растерян и упрям. И я пойму тогда сквозь ласковую жалость, зачем такой смешной в штанах и в пиджаке стоял я у окна, И солнце расползалось по лужам мартовским и по моей руке. Красивое стихотворение. Заключительное стихотворение вам прочту. Этот мир, где Пушкин и Шекспир, где зубная боль и поцелуя, Где сижу я удивленный и слежу я, этот странный, этот четкий мир, Сам себе, как в театральной ложе, с каждым днем внимательнее и строже, Я слежу сравнительно большой, проплывает мир передо мной, Проплывает отрочеством дальним, лодка над рекой, купальня, Проплывает поцелуем у ворот, очень близкая река, И рот. И войной девятнадцатого года, на рассвете рокот пушек по шоссе, Папиросую ночного перехода, конской гривою в рассе, Проплывает этим садом и окном, лампою над письменным столом, Этим стулом проплывает торжествуя, где сижу я удивленный, И слежу я сам в себе, как в ложе театральный, Каждый днем и строже, и печальней, с каждым днем и чище, и нежней, И с прозрачной глубины моей. Ну вот, собственно говоря, и все о поэте, прозаике, художнике, Карл Карловиче Иршельмане. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok